Приветствую вас. Есть два момента, которых я хотел бы вам сказать. Значит, первый момент заключается в том, что молодой человек, с которым вы так вот начали волей-неволей взаимодействовать, молодой человек на вас, по сути дела, спроецировав свои какие-то проблемы. То есть, по всей видимости, вы для него представляетесь куда лучшим, куда большим символом его целей. Например, если вы на курсах личностного роста были, то вполне вероятно, что мужчина в вас увидел то, к чему он всегда стремился. И то, что он не может выделиться, не может привлечь внимание, так как, по его мнению, это делаете вы и заставляет его испытывать столь серьезный негатив к вам. Не нужно думать, что вы в чем-то виноваты, не нужно думать, что вы как-то спровоцировали его. Но, определенно, у мужчины есть проблемы, определенно, у молодого человека имеются комплексы, определенно, у молодого человека имеется фрустрация, то есть синдром невыполненного действия и вот это вот напряжение в мотивационной сфере, которое он чувствует в результате невыполненного действия, да, нереализованных желаний, дает о себе знать, и он поэтому так сильно на вас реагирует. То есть он ненавидит не вас. Лично он скорее не может принять то, что есть в вас. То есть он не может принять некоторые аспекты, которые он видит в вас самой. И из-за этого у него и есть вот эта вот ненависть к вам. И мне хочется здесь сказать, чтобы вы по возможности спокойно воспринимали то, как мужчина себя проявляет, потому что, еще раз повторю, к вам этого никакого отношения личного не имеет. Другой вопрос. Другой вопрос. Почему вас так сильно задело вот то, что он на вас так отреагировал? То есть не всколыхнула ли его реакция что-то в вас самой? Не сомневаетесь ли вы, например, как-то в себе? Не считаете ли вы себя, там, я не знаю, как-то какой-то плохой или, там, действительно обратительной или что-то еще? То есть по вашему заобщению, да, по тому вот, что вы написали. Но волей-неволей как-то вот приходит на ум, что вдруг, а может быть вы все-таки в себе сомневаетесь, и в результате этого так болезненно отреагировали на то, что вам сказал молодой человек. И если это действительно так, то тогда уже нужно будет именно с вами прорабатывать те аспекты, которые вас задели. То есть вот это вот, что вы вызываете отвращение и так далее. То есть вот сомневаетесь ли вы в себе? Считаете ли вы, что вы действительно можете раздражать людей? Считаете ли вы, что вы действительно можете вызывать у них отражение? Если да, то это ваша личная проблема, а молодой человек просто, как бы, ну, вколыхнул ее, обратил внимание на нее ваше и тем самым причинил вам беспокойство. Обычно в таких случаях используются интроспекции либо рефлексии для того, чтобы проанализировать ваши ощущения и отслеживать то, что вы думаете, отслеживать свои мысли, отслеживать ваши чувства для лучшего понимания того, что с вами происходит. То есть в идеале вам нужно было бы, вам нужно воспроизвести вот этот вот эпизод вместе с психологом, и чтобы вы его рассказывали, чтобы вы говорили о нем, и чтобы мы прямо анализировали ваши чувства, эмоции и переживания вместе со специалистом, дабы получить адекватную обратную связь и правильно переединить то, что с вами произошло, извлечь урок, дабы в следующий раз такая ситуация не впечатлила бы вас и не, например, вывела бы их из душевного равновесия. Ну, допустим, если вам это было неприятно. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи!